приветствую всех любителей мобильных игр с вами не беру и мы смотрим новую игрушку battle leech heroes которая обещает опять же не какие-то нереальные тактические возможности по боевке тут у нас безграничные возможности сбора отрядов выбора героев тактик и так далее давайте же смотреть на этот боевой алмаз среди всех других мобильных игр наконец-то он вышел наконец-то мы сможем применить нашего тактического гения рисовка рисовка персонажей довольно хорошая как вы видите преподносится все в привычных диалогах которые я с вашего позволения скипну мы все-таки здесь чтобы наш тактический гений проявлять они диалоги читать ну красивые тянки это всегда хорошо и нам сразу же говорят ну игра еще раз про боевой потенциал про то про вашу волю к победе про вашу волю не то что даже волю про ваше желание сражаться поэтому первым делом сразу идем на арену кого мы тут видим мы трех героев причем из них трех первый в реальный герой 2 swordsman это просто мечник и 3 archer это лучник то есть у нас есть именитый герой и ними без имени до забыли имя дать им они настолько величественные что у них даже имени нету но поставим их все а это армия типа то есть есть герои одиночки а есть армия так но лучников назад конечно герой так подожди дай мне расставить да и гир нет смотрите он мне не дает ничего делать ну ладно давайте смотреть вообще имеет ли здесь смысл расставлять их может они действуют как-то так что там все равно где не стоит так 10 процентов лучники получили 90 секунд бой длится так можно 2x поставить а больше не 2x максимум ускорял очка так но в принципе в принципе выглядит надо сказать неплохо именно по своему принципу мне игра нравится что у нас здесь не как мы привыкли только герои да а здесь можно комбинировать и герои и реальные команды лучников мечников и составлять таким образом прям что-то наподобие реальной армии так здесь мы собираем награды за различные штуки хорошо сейчас будет очень длинное обучение наверное где ничего нельзя будет по они и смотрите все все нас отпустили супер так что у нас есть на почте деньги есть которые за небольшим глюком отображаются а второе то что тоже деньги дали нам деньги отлично теперь я бы хотел очень поменять имя с вот этого генерируемого какого-то случайного никнейма давайте поменять не лучше так на обычное имя все поменяли портрет какой можно поставить пока никакого только тех юнитов которые у нас есть так это тоже понятно где настройки этой игре очень нужен 60 fps такой вот бонус потому что без 60 fps очень как то не очень 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 не очень играется но я к сожалению не вижу никаких настроек к сожалению а это вот реально к сожалению потому что здесь тридцатка полин вот этой игре реально надо 60 fps чтобы она хорошо себя показывала с тридцаткой ну в наше время ну такое себе конечно так давайте сундук можно открыть а где-то я такой уже видел что мы за победу получаем сундуки они какое-то время открываются и через это время мы приходим и смотрим что в них обратить внимание арена здесь идет особняком то есть это реально главный режим игры новости прогрузится ну вроде как в дискорд говорят зайти зайди чтобы увидеть что-то хорошее можно афк награды брать тоже понятно есть магазин где конечно же можно один сундучок за бесплатно открывать и мы получаем приста файтер два файтера и 10 пристов а сколько нам надо чтобы этого героя разблокировать тут можно за рекламку получать награды золото и алмаза алмаза это скорее всего донат валюты этой игры это куда нас направили сейчас а говорят уровень можно повышать за дубли которые у нас есть можно повышать уровень юнитов ну хорошо все этому по максимум повысили что могли а тебе как а у нас 2 2 из 2 его все хорошо повысили файтер а файтер синий кстати обратите внимание они такие серые да а файтер синий касс файтер круче них по своей рарности всем кому можно я поднял уровень а почему еще горит красным очень неинтересно еще что-то можно им прокачать да нет вроде ладно будем считать это какой-нибудь бак так собираемся награды отлично а где тут гача гать арена пас лидерборд а гачи здесь как таковой нету или это в принципе battle chest то есть здесь мы новые карты поднимаем только получается за счет сундуков с арены вероятно так здесь нету авто распределение героев что мне нравится поэтому давайте попробуем сделать это сами ага нету у меня достаточно чего-то там а чего мне нету достаточно а вон пять из пяти вижу у меня короче можно армию делать максимум что она стоит 5 вот таких вот звездочек если я уберу лучников лучников я уберу 1108 хотя смысла нет смотрите у этого 1643 атака потом 1184 лучников 1010 то есть действительно вот эти три самые крутые у меня единственное что я бы конечно еще престов поставил чтобы они лечили а так мне в принципе мой отряд нравится так и так я поставил все давайте начнем каждый бой тратит ветчину здешняя энергия и смотрим как сейчас все будет развиваться ну пока все это выглядит достаточно легко потому что у отряда противника нету героев отличие от моего отряда а герой здесь достаточно хорош у него ультимейт какой то есть он я вижу слева снизу перезаряжается так все прошли а вот за рекламку можно еще какой-то бонус взять но рекламе смотреть не хочу давайте следующий бой но это мы сражаемся опять же с компьютером как мы видели есть режим арены там где мы скорее всего сражаемся с другими игроками то есть реально не обманули в том что здесь основной акцент идет на битву здесь по сути кроме битвы пока ничего нет я видел в меню есть опция которая называется adventure то есть приключения возможно здесь будет какая-то компания но пока она не открыта я говорю этим интересно потому что у нас же по сути в обычном каком-то случае когда мы игру смотрим у нас компания сразу открыта а арена открывается позже здесь наоборот боевой режим прям сразу открыт а приключение открывается позже но я говорю и вот компоновка армии мне здесь нравится что здесь есть как герои так и отряды это достаточно свежо потому что но скажите мне еще две такие игры другие где вот такое есть я вот например не встречал brave nine может быть но если мы говорим именно про новые игры я не помню в последнее время хотя бы одной такой игры которая бы вышла вот с возможностью комплектовки и героя и отрядов в каких-то сложных пошаговых играх которые в последнее время выходил и там были герои с отрядом то есть один юнит представляет из себя герои тут же отряд так это что нам говорят что если мы поучаствуем в этом событии то 5 нам закинут если мы пройдем 15 ну конечно давайте почему нет видите то есть такие события здесь тоже бывают это хорошо элемент нежданчика так называемого ох ё-моё посмотрите сколько тут гоблин интересно выдержит не выдержит но они так хорошо сносят и атака примерно одинаково но видите правильно поставлены лучники сзади сделали свою работу и опять же можно здесь бонус использую за рекламку 15 алмазов далее так вернули нас назад и арена у нас открылась правильно аренка же открылась ну это не арена это арена пас давайте посмотрим что это а это как месячный боевой пропуск все я понял тогда наверное здесь пока нету арены против игроков я думал это вот здесь вот как раз арена против других игроков сейчас все соберем трофеи вот нам кстати вот где еще карты мы можем получать за трофеи а трофеи скорее всего начисляются эти трофеи за бои и возможно за выигрыш в боях пошлите довольно хорошо мы продвинулись сразу на соточку так и соответственно сейчас можем некоторые карты апгрейдить давайте по максимуму это маги насколько я вижу да фрост мейдж ледяные маги и прист тоже можем грыдануть все это сделали насчет adventure давайте посмотрим здесь что 300 до 300 надо заработать трофеев чтобы открыть adventure а это что такое это да а ежедневные награды все тоже понятно а это для новых игроков отлично хорошо что такое есть также у нас есть квесты видите выиграйте 7 не то что выиграть а просто поучаствуйте в семи сражениях нам надо еще два сражения без вопросов давайте так что у нас здесь не поменялось ничего swordsman и archer нет смотрите все пока да так и стоит здесь также стоимость к сожалению не повышается возможно с ростом уровня она повысится давайте хотя слушайте а может это другие игроки тоже мне кажется здесь перемешку есть и боты и игроки потому что вот с ником игрок возможно это и игрок ведь и юта вот это бот или игрок непонятно но в любом случае бои происходят не в реал тайме так а вот можем здесь трофей наблюдать видите движется и battle chest мы получили давайте сейчас посмотрим их же надо ставить на открытие ли они автоматом ставятся а до автоматом ставится отлично давайте откроем супер archer можно подкачать а сколько у нас вообще слотов раз два три 4 4 слота у нас то есть четыре сундука максим можно ставить на открытие остальные там за какие-то плюшки активируются так продолжаем надо кстати было archer а прокачать опять ют ну слушайте может быть такое что мы второй раз нам паримся на одной тоже игрока если это игрок конечно повторюсь но у него сейчас другой сетап нет скорее всего тогда это не игру мощность я смотрю плюс-минус 600 по что у него 3 200 у меня 3 800 так давайте дальше и нам надо еще 12 битв до следующего сундука здесь вот такая вот система опять юта да опять это нет это тогда не игроки это не игроки хотя у него есть винрейт может быть такое что столько игроков зовут юта очень сомневаюсь и мощность у него растет мощность у него растет о-оу прям сильно растет все остались одни лучники смотрите лучники против лучников давайте я вас верю ребята ребята давайте 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 ну последнего все есть красавца есть так покидаем надо сейчас апгрейды сделать возьмем опять же все что есть здесь я не совсем понимаю пока куда тратить вот эти алмазы может на них можно карты покупать это мы сейчас посмотрим я сперва хочу проапгрейдить лучников я могу это сделать да я могу это сделать давайте это и сделаем так отлично все других я грейдить не могу дальше трофеи у нас разблокировались 20 вот таких вот товарищей спирмен копьеносцы деньги это кто опять арчеры слушать и 20 арчеров создали сейчас мы это все в арчеров кинем но это уровня нера 3 арчеров получится хотя не не 3 5 9 да не уровне стали до 9 уровня так и вот этих вот товарищей грейдим пока деньги есть до деньги в избытке и не прямо почему вот он горит мы всех про апгрейдили но он горит что этим они хотят сказать непонятно ладно шоп горит здесь предлагают опять же рекламку посмотреть а ну да вот смотрите 125 стоит и 20 чест то есть продвинутый сундук а редкий сундук стоит 500 и показано с каким шансом можно выбить здесь карта из такого сундука из такого сундука и из легендарного ну легендарный обратить внимание 2 500 стоит здесь можно также за просмотр рекламы как мы уже видели получить ресурсы но я этого делать не буду давайте посмотрим 3 886 стало так а вот смотрите 5 из 6 в связи с чем повысился кост непонятно непонятно так но я могу спирменов поставить могу либо могу убрать например вот этих товарищей и поставить вместо них например файтеров но они прям по атаке лучше чем файтеры давайте тогда просто поставлю либо в престов поставлю назад пусть присты хилят точно давайте сделаем такую связку вот так вот эти пусть спереди будет во фронте а присты с лучниками сзади во нормально должно сейчас хорошо быть так ну тут всегда юта но это не совсем означает что мы против бота да потому что может здесь из-за бага всех противников называют юта давайте смотреть как это покажет формация себя присты почему-то пошли вперед они все пошли вперед ясно ну слушайте неплохо присты лечили прямо это было заметно я хочу сказать не присты нормально если вы еще прокачать вообще хорошо ну вот так вот игра проходит да я сейчас хочу все-таки до адвенчера дойти посмотреть что даст адвенчер может все-таки есть какой-то режим компании потому что если вот этот режим единственный который есть на данный момент в игре хоть тут может героев ты много да но как-то все равно однотипно я думаю через пару дней надоест поэтому хотелось бы конечно чтобы компания себя оправдала или какой-нибудь может другой режим сейчас появится ну мы знаем да как правило в играх сейчас несколько режимов там 45 как минимум так посмотрите здесь все снизу так у нас 4500 общая мощь команды у ее как так кстати обратить внимание команду зовут mercenary то есть это уже реально ник игрока и меня сейчас делают даже несмотря в более чем тысячу разницы в силе а у нее стоят маги может тоже магов поставить слушать может тоже магов поставить ну давайте ладно мне не страшно что проиграли опять она же или это другая щас будет не другой но теперь их зовут mercenary посмотрим как против у этого в принципе такой же сетап рыцари лучники и хиллеры сзади у нас то есть равные сетапы и тут единственная разница в том насколько у него прокачано насколько у меня прокачано вот и все но он я думаю выигрывает по что так чисто визуально у него больше лучников тоже понятное дело у кого больше лучников тот и выиграет ваш присты наверно никакой не наносит урон ну какой-то бесконечный бой мне кажется время сейчас быстрее закончится чем они друг с другом разберутся да а когда время заканчивается это поражение засчитывается это засчитывается как поражение ясно я вот думаю может слушать и раз маги так неплохо меня раскатали может магов поставить можно попробовать это он же которыми я сейчас сделал так героя уничтожили слушайте а герой если доходит до вражеской команды все это прям жестко опять ригар хотя не ригар ну мы по-моему встречали уже ригар ладно я уже не обращать не буду обращать внимание на ники пусть будет как бы у этого вообще две команды не стал чувак заморачиваться с командами поставил просто мне жалко что нету здесь 3x или 4x и конечно хотелось бы хоть какое-то управление в бою потому что мы просто как зрители наблюдаем как происходит бой и даже ультимейт нам нажимать не надо получается полностью пассивный бой и единственно что на что вы влияете это на составление команды все тут кстати я участок просто прикидываю мы же пока даже экипировки не видели то есть мы пока повышали уровень у отрядов и героев но экипировки как таковой мы не видели интересно есть она здесь сильнее но сейчас до 300 дойдем глянем мне вот хочется команду с магами еще раз встретить и посмотреть как будет она просто есть такое подозрение что маги вот эти ледяные которых мы видели просто мейдж что они прям здесь крутые так еще пару битве думаю и дойдем до 300 очки глянуть этот режим компании давай 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 быстрее грузись ну что я смотрю в любом случае разные формации у кого-то герой стоит спереди у кого-то посередке у кого-то сзади но у него тоже два отряда было с двумя отрядами скорее всего чет проиграет конечно но все-таки целители сзади это дают о себе знать все 300 мы дошли нет или еще разок давайте еще разок 290 показывает ох ты смотрите какой-то азиатский ник ну-ка сейчас посмотрим как наш соперник поставил мечники лучи но команда у него такие же как у меня просто стоять по-другому сила у нас одинаковая его теперь ведь и смотрим насколько влияет позиционирование команд но видите герой мой до них дошел и все он массу массу ху делает и все лежат все 300 мы набрали теперь а и сундук кстати у нас есть люксури battle chest люксовый сундук давайте глянем теперь на компанию и возможно еще что-то открылось вот ведь нам говорят приключение разблокировалась так но здесь это не только приключение разблокировалась лидерство быстрое патрулирование потом работа и повторение битв вот и говорят приключение мне очень интересно а вот смотрите еще один режим все-таки режиму здесь присутствует очень хорошо потому что реально с одним режимом это было бы очень скучно требуемая битва требуемая мощность команды 4500 у меня такого еще нету и тут у нас разные этапы 9 этапов за каждый этап получаем плюшки неплохо и посмотрите несколько эпизодов это нормальный режим есть потом еще будет hard но сложный понятненько и второй режим написано покоряйте или побеждайте сильных монстров чтобы получать награды но бои с боссами грубо говоря я думаю вот из меню пока никаких новых нет менюшек давайте соберем все что есть есть трофеи что нам тут по трофеям дают изумруды 20 мечников тысячу золотых а вот 5 карт героя это прямо очень хорошо и мы переходим на новые ранг бронза 2 сундук дают и сундука мы поднимаем мага ветра теперь и о эпик скорчер поджигатель 13 ветряных магов 8 ску слушать надо меня еще frost мы же короче навалили хорошо нам так пропуск арены что-то здесь сделали наверное за то что много поиграли сейчас хорошо это тоже сделали и теперь давайте развивать главное чтобы золото хватило во первых героя 720 давайте все героя подняли не открылась не а вот смотрите есть тут такая штука как экипировка но у меня нет каких-то камней силы которые ему нужны хотя она горит и красным у них вообще нет видать мы еще не открыли тот контент когда эти камни силы даются так но здесь немножко повысить потом пристов мы можем повысить делаем вот скорчер интересно да тоже герой тысяч его ну давайте ладно я повышу его посмотрим как он по характеристикам так винт мэйдж тоже повысили frost мэйдж повысили и копьеносцы тоже надо пока на все хватило денег очень очень хорошо так что у нас еще патрул горит патрулирование собираем что тут нам прилетел 206 монет и нам открыли быстрое патрулирование а тут быстро патрулирование осуществляется за счет рекламки и она дает награды как за час обычного патрулирования ну понятно как в других idol проектах мы такое видели знаем battle chest горит у нас два сундука можно открыть давайте это сделаем а стоп смотрите открывать можно один за бесплатно а второй сундук который будет открываться час его можно также поставить за 42 открыть а мы его сразу за 42 открываем хорошо гладиатор нам выпал и копьеносца ясно одновременно может открываться один сундук по крайней как я так понял так а где мы можем собирать вот то что только или мы они можно можно собрать вот 20 этих мы на первом сейчас шаге этого пропуска хорошо так достижение соберем почему бы нет все 30 30 это нам наверное хватит на один сундук открыть появился у нас гладиатор вот такой вот товарищ наверное крутой и давайте все таки посмотрим так сколько у отлично 160 сколько у нас сейчас можно всего поменять давайте глянем кстати здесь обратите внимание написано нынешние этап арены верден таур 1 а следующий этап называется арена то здесь как-то еще по этапам это разделяется дело если зайдем в лидерство или таблицу лидеров я на шестьсот сорок седьмом месте еду я правильно понимаю что 40 сида скорее всего это место а 310 ну может быть трофеи да скорее всего это трофеи есть и смотрите на первом месте товарищ ником dark у которого 6538 трофеев можно как не посмотреть его команду можно ухты ну тут у него прям все заставлено он первый герой насколько я вижу вообще не использует он использует вот эту магичку видите сверху стоит магичка а у него несколько команд это первая команда это вторая команда а а две команды у него хорошо давайте посмотрим просто интересно ну допустим вот его тоже используются вот эти мартиры тоже используется эта магичка наверно очень крутая второй команды нет третьей команды нет ясно сейчас посмотрим что у меня можно переставить еще смотрите 6 из 7 замечательно я что хочу сейчас сделать никогда не угадайте я хочу глянуть давайте я тогда уберу хиллеров и поставлю вместо хиллеров ведь два у меня теперь есть кого можно поставить хочу кого вот можно файтеров поставить но я хотел бы магов поставить либо frost магов либо винт мейдж то есть магов ветра просто замораживают эти не знаешь как нить можно посмотреть что они да вот смотрите пассив иммунитет шок иммьюнити хорошо спешила так а они шокируют а шок что делает что делает шок парализует скорее всего но это если гадать хотелось бы не гадать а frost мейджи они да они замораживают противника одни полностью парализует а другие замораживают конечно возьму те которые полностью парализует давайте поставим их куда-нибудь вот сюда чтобы они сзади стояли и делали свою работу можно еще в принципе знаете что сделать может ну хотя это я к тому что можно было бы у их убрать и убрать например мечников и вместо них поставить второго героя но это бред это мне кажется прям не очень будет давайте глянем как вот это вот отряд сейчас будет действовать но магов интересно посмотреть стоп а почему пресс ты стоят не понял а где мои маги что за фигня я забыл сохранить формацию кто стырил моих магов не ну ребят и к тому же сейчас еще они меня выиграют отлично великолепно а знаете почему они выиграли потому что магов нету да добивайте уже так сейчас не надо это надо это дело изменить что с магами то стало реально не понял я вот этого прикола а тут маги стоят стоп стоп у меня первая команда а пристыст так стоп ничего не понял как это так я же поставил магов убрал смотрите поставил ну поставил магов все маги стоят 7 из 7 начинаю бой ну-ка сейчас давайте еще раз вот так ну показывает правильно начинаю бой давайте попробуем еще раз может глюк какой-то был теперь маги теперь все правильно ну давайте смотри три мага там только смотрим так начали кастовать видно молнии желтые таки видите идут этот магов но слушайте это сейчас было очень легко я не знаю насколько были сильные его войска но это было прям очень легко давайте еще раз попробуем странно почему тогда присты были ну ладно спишем на баг игра все таки только только появилась так ну вот маги вы не туда кастуете конечно они по пристам начали бить ну слушайте а хотя они неплохо при 100 выносит даже сами по себе да я хочу сказать маги неплохие так ладно я думаю вам понятно что это за игра и вот мое личное мнение она найдет своего игрока это не такая уж плохая игра хоть конечно здесь простые анимации да хоть здесь 30 fps хоть здесь не так много всего навороченного но тут есть некий потенциалу игры и если разработчики будут игру развивать не забросят ее и будет добавлять новых героев какие-то возможно новые режимы я считаю игры есть потенциал ну по крайней мере она отличается от обычных игр которыми от обычных гач который мы видим по сути раз в неделю каждый день ну зависимости от того кто как выходит довольно любопытно ссылки на игру будет как обычно в описании к видео всем спасибо за внимание и до скорой встречи